МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сегодня в День туризма у нас в гостях именно такой человек, к тому же наш коллега, корреспондент Комсомольской правды Барнаула Иван Алексюк. Здравствуй, Ваня. Рада тебя видеть. С Днем туризма тебя, кстати. Судя по твоим социальным сетям, наиболее комфортно ты себя чувствуешь вдали от городской суеты, причем в горах и в горах Алтая. Откуда возникла такая любовь? Потому что мне кажется, что это любовь. Ну, вообще все началось, наверное, в 2014 году. Недавно? Ну да, такая, что прям каждое лет я проводил в горах. У меня до этого была небольшая своя фирма, то есть я сидел в офисе, работал, работал, а потом мне захотелось приключений. Мне захотелось, то есть я до этого учил иностранные языки, то есть заканчивал там колледж педагогический, у меня немецкий был. Я думаю, ну как же так? Столько лет я учил, учил это, и теперь вот я сижу и просто все забываю. И мне захотелось именно совместить и работу, и путешествие. Поэтому я нашел вот организацию, которая здесь иностранцев вводит по Алтаю, и договорился с ними. Вот с тех пор мы вместе и работаем. А почему именно горы? Горы алтайские? Ну, потому что это же легендарные места, красиво так. Вот говорят, вот почему люди возвращаются снова и снова к этим местам? Вот привыкаешь просто к чистой воде, к чистому воздуху, к вот этому ритму. Потому что у тебя день очень простой. Нужно встать, поесть, дойти к определенному месту и все. И когда у тебя вот ничего тебя не дергает, у тебя потом столько сил появляется, и ты вот чувствуешь себя очень... Это гей. Поняла. Многие сейчас все-таки предпочитают туризм комфортный, по системе все включено, и это довольно дорого. А вот насколько дорого обходится туризм активный? У нас это совершенно разные могут быть виды, когда мы сами несем тяжелые рюкзаки, вот палатка, все там. Это может быть какой-то минимум. То есть мы сами изучили маршрут, пошли по навигатору, никаких затрат, кроме подготовки. А можно сделать это, можно сказать, лакшери. Все твои еду, вещи, несут лошади, у тебя там есть люди, которые тебе будут готовить, ставить из-за тебя палатки, говорить тебе, когда нужно отдыхать, когда идти. И это уже совершенно другая история. То есть на совершенно любой кошелек может быть активный отдых. У нас сейчас даже можно вместо того, чтобы идти там несколько дней, тебе можно вертолете забросить к месту, и ты просто как на экскурсии ходишь к тем легендарным местам, о которых все говорят. Понятно, это, наверное, мечта многих. Все-таки туристы сейчас больше, которые в горах Алтая приезжают. Это наши соотечественники или иностранцы? Соотечественников, конечно, гораздо больше, потому что это нам ближе. Вот жители Алтайского края, Сибири, очень много из европейской части приезжают, потому что все знают Алтай, Алтай, как у вас тут хорошо, энергия, белуха. Но иностранцев тоже много хватает. Это в основном, конечно, Германия, Финляндия, Испания, англичане приезжают чуть пореже. Ну, вот в основном, конечно, чаще встречаешь немцев. Такой средненький можно было подороже, но вот они сами никогда своих вещей не несут. Это лошади, это размещение на каких-то турбазах, где это возможно. Причем это хороший уровень, как правило, максимальный комфорт. Активный отдых, он на то и активный, что предполагает некую опасность, как мне кажется. Когда тебе в крайний раз, может быть, было страшно за себя, за тех людей, которых ты ведешь? К счастью, таких ситуаций было совсем немного. Я помню, мы пришли на стоянку, людей вокруг на несколько километров не встретить. И тут это июнь, это время гона у медведей. И мы слышим, как в километре от нас в лесу кричат медведи, там борются, дерутся. И такие стоят, смотрят на меня, типа, ну что делать? Я говорю, спокойно. Мы подключали медведям, что мы здесь, дали знать, что мы стоим на месте. Ну и, конечно, все благополучно закончилось. То есть никогда мы не встречали диких зверей, потому что у нас здесь на Алтае, они все-таки держатся вдали от троп. А сердечко-то йокнуло, нет? Нет, больше вот йокает, когда туристы идут по камням, и, как правило, их шатают, думаешь, вот сейчас он пойдет, где же его собирать-то тут? Ну, что же прикидываешь, так, шины-шины накладывают, там, выраны бинтовать. Ну, у медведей это так, ерунда. Знаю, Вань, что ты, ну, в общем-то, не только я знаю, ты совмещаешь журналистику и вводишь группы, то есть и туризм у тебя присутствует в жизни. Насколько сложно совмещать? Для меня вообще несложно. Ну, вот руководство скрипя сердце отпускает, и за что я очень благодарен. Но без этого я точно не могу. Ну, а нет такого, что все-таки выбрать одно направление и двигаться по нему? Одно, что-то скучно было бы. Вот только заниматься туризмом все-таки скучно, потому что это же, по сути, обслуживание. Вот для тебя это уже все просто, ты ходил по этим маршрутам не один раз, и нового ты узнаешь мало. А журналистика дает возможность, это куча людей интересных, это какие-то поездки совершенно, какие-то истории случаются невообразимые, когда в обычной жизни ты никогда бы их не встретил. Ну и крайний вопрос, когда снова в горы? Я очень надеюсь, что у меня будет зимний тур по Карелии, это долгий переход на лыжах, красотища тоже неописуемая. Вот чем ты похож на наш Алтай? Ну, ждешь. Очень. Ну, еще раз с праздником. Спасибо. А я напоминаю, что сегодня мы говорили о Дне туриста с Иваном Алексюком, корреспондентом газеты «Комсомольская правда» Барнаул.